Вечерний канал телецентр Лучшие из лучших. В Уфе состоялась 10-я юбилейная церемония награждения победителей проекта «Достояние столицы». Не все получили заветную статуэтку, но на самом деле каждый из них уже одержал свою победу и внес свой неоценимый вклад в развитие нашей любимой столицы. О героях нашего времени, об их уникальной истории, о благородстве и простоте говорим сегодня. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. Телефон студии 2-500-4500, код Уфы 8-347. Присоединяйтесь к нашей беседе. А для телезрителей объявляем интерактивное голосование. Звучит оно сегодня следующим образом. Верите ли вы в бескорыстное стремление улучшить мир? Да или нет? Голосуйте. Первый вопрос я хотел бы адресовать Ольге Панчихиной, директору Общественного фонда развития города Уфы и председателю Общественной палаты Республики. Ольга Юрьевна, удалась ли 10-я церемония? Здравствуйте. Вот такой вот простой вопрос. Конечно, удалась. С какими эмоциями люди уходили после окончания? Наверное, с эмоциями воплощения чего-то нового. И, наверное, для себя многие себя сами открыли с другой стороны. Вот. Потому что всегда интересно, когда ты готовишь это мероприятие, ты стоишь по другую сторону, как говорится, экрана, и стараешься найти в этих людях те зерна, которые они сами садят, просеивают. И, конечно же, для нас было очень важно, чтобы каждый смог, во-первых, найти друзей. Потому что очень многие потом подходили и говорили спасибо, что вы нас пригласили, что мы увидели таких замечательных людей. Это, наверное, самое основное, что мы постарались рассказать о наших номинантах, обо всех практически, то, чем они занимаются, чем они живут, чему они посвящают всю свою жизнь. Я был на этом мероприятии, если честно, чуть-чуть опоздал и не мог попасть в зал, потому что мне сказали, в зале «Аншлаг» места свободных нет. И я был поражен реально этому событию, потому что, ну, вроде как бы общественная премия, да, что тут такого, но вот ни одного свободного места реально. Какие ощущения? Ощущения, наверное, какого-то праздника сначала, потому что вот это было и красиво, и достойно, но и, наверное, вот общение с такими людьми позволяет нам самим пополнить себя какими-то новыми мироощущениями, наверное. Вот прикоснувшись, наверное, к каждому человеку, мы получили от этих людей что-то их, их мир, их восприятие, их желание что-то изменить. Поэтому вот я благодарна всем, что в этом году, во-первых, такое большое количество, все-таки на сцене было 84 человека представлено, это и дети, и взрослые. Кстати, какие новшества были вот на этой церемонии? Чем она отличалась от всех? Она отличалась очень много чем. Ну, во-первых, то, что мы ввели номинацию «Будущая столица». Это про детей? Это про детей, да. Мы дали возможность детям заявиться, тем, кто уже прославляет столицу по тем или иным направлениям, и получили 25 ребят таких очень активных, сильных. В этом году впервые замечательно, что появилась телевизионная номинация благодаря телеканалу «Вся Уфа». И здесь номинация «Потому что Уфа – любимый город» еще присоединилось 20 человек, и это еще одна струя в эту премию зашла. Это было и голосование телевизионное, ну и те основные номинанты в наших основных номинациях. Знаете, Азамат, каждый год, наверное, мы сначала определяем основные номинации с одним названием, а потом каждый год показывает, что же более важно в этот период. У нас некоторые номинации транслируются, и, получается, название даже перефразируется, потому что видно то, чем сейчас живет общество. Так получилось у нас с номинацией «Уфа – город, развивающий социальное предпринимательство». Было большое количество представленных номинантов, которые занимаются этим направлением. Также у нас Уфа – город гражданской активности, и очень много активистов в этом году заявлено. То есть, вот я говорю, каждый год просто-напросто у нас были времена, когда Уфа – богоустроенный город, было много номинантов. Или там Уфа – культурная столица. Сейчас вот больше, наверное, в активность граждан. Спасибо. Михаил Владимирович Афанасьев, член жюри премии «Достояние столицы». Сложно было работать членом жюри? Ведь столько номинантов. Азамат, вы знаете, я вот даже сохранил… Листок голосования? Да, потому что было настолько интересно. Я, конечно, так… Мы посмотрели про каждого человека внимательно. Это настолько интересные люди, номинанты, очень интересные люди, вообще очень интересные люди. И вообще очень интересно то, что именно сделали такой проект. И как бы когда мы посмотрели про каждого номинанта, и сначала пришли к единому мнению, что, ну, скажем, такой-то человек, мы там просто привели нас в шок, что, ну… А какие вот истории вас поразили больше всего? Вы знаете, там у нас, в общем, получилось так, что есть люди, которые бы лучше шли, как бы, лучшей по профессии. Это, скажем там, ну, вот, если я, например, работаю, ну, я и должен хорошо работать. Вот в этом у нас такое разногласие получилось. Ну, скажем, вот, пенсионерка, которая организовала… Типа, смысл такой, зачем награждать человека за его работу, да? Вот в этом был конфликт интересов. Да, да, интрига, в общем-то, стояла в основном в этом. Вот. Но, как бы, и самое главное, нужно было следовать голосованиям кинозрителей, что мы и сделали. И, как бы, первое место мы разделили, значит, путевка в Крым – это одному человеку, статуэтка – это другому человеку, потому что это было необходимо так сделать. Ну, в цене, Ольга Ирина, путевка в Крым или статуэтка? Я думаю, что вообще звание «Достояние столицы» – это такой большой аванс, оно очень много… Это, наверное, очень… Если ты стал достоянием, во-первых, это обязывает тебя прежде всего… Я знаю одного человека, не буду его называть, он с гордостью показывает, у него две статуэтки, и он там, смотри, у меня две статуэтки «Достояние столицы», я вот уже два раза стал победителем. Ну, это, наверное, очень такая большая ответственность. Я не знаю, я не могу сказать, давайте мы спросим просто-напросто у людей. Ну, давайте сначала мы примем телефонный звонок, у нас есть дозвонившийся до нас, надеюсь, активный гражданин с активной гражданской позиции. Вы в эфире, говорите. Алло, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела просто поделиться эмоциями. Дело в том, что я была на празднике, на празднике, и не только я, и мои гости, самые близкие, и вы просто не представляете, мы были, вот я не знаю, на каком-то, ну, космическом празднике, сердце прямо стучало, не знаю как. Мы такие были счастливые, вы просто не представляете. И мы умнали столько знаменитых людей, которые у нас были, ну, просто были потрясены. И очень были рады, что впервые вот в рамках проведения конкурса на сыскании общественной городской премии «Достояние столицы» была выделена особая такая номинация «Будущая столица». Это здорово, что дети наши, мы уже маленькие дети, уже у нас такие талантливые. И мы, ну, просто счастливые. И хотелось бы поблагодарить в первую очередь директора общественного фонда развития города, Ольгу Юрьевну Панчихину, с ее близкой и самой лучшей, и сотрудницей Еленой Засориной, заместителем директора по программам. И еще поблагодарить самые главные, наверное, основатели этой премии – Хаджаева Андрея Валерьевича. Огромное спасибо и всему фонду, всем сотрудникам. Вы просто открыли нам глаза, что есть достойные люди. И мы с гордостью можем говорить, что здесь в Уфе столицы работают самые лучшие люди. И еще хочу сказать, что прошло так замечательно. И, знаете, вот если приедут к нам люди из-за границы, можно действительно пригласить их на эту премию. Спасибо, спасибо. Я могу говорить долго, извините, просто... Спасибо, спасибо большое. Очень много эмоций. Вы знаете, вот церемония проходила действительно как на одном дыхании, и были такие вот пики, когда я сидел в зрительном зале, достаточно далеко, среди людей, и чувствовал, как зал иногда в некоторый момент просто замирал, затаивал дыхание, особенно когда называли победителя. И там вот самый трогательный момент, на мой взгляд, и на взгляд, видимо, соседки моей, потому что бабушка рядом со мной сидела, у нее слезы на глазах навернулись, когда награждали Олега Галина. И когда супруга вышла его благодарить, когда, вернее, сначала Олег Сергеевич сказал со сцены большое спасибо супруге за то, что она меня выдерживает, потому что я все выходные пропадаю с детьми, и позвал на сцену свою супругу, Сашу. Это, на мой взгляд, был одним из самых трогательных моментов церемонии. Понятно, что дети, понятно, что дети — это всегда здорово. Вот, Олег Сергеевич, расскажите, что чувствовали в тот момент? Потому что конкуренты у вас были действительно достойны, да? Вот священник, да, наш воин-интернационалист, весь орденоносец такой, давно его знаю, вот, тоже молодец, но победили вы. Что вот в этот момент чувствовали? В этот момент, конечно, большой подъем сил, эмоции зашкаливали, я честно скажу. Мне кажется, что вы готовы были расплакаться в этот момент. Такое ощущение было. Ну, плачем мы очень редко, наверное. Морские пехотинцы не плачут. И, наверное, от радости только, да? Ну, в этот момент действительно эмоции были такие, потому что я, честно говоря, я не надеялся, что будет победа. Я и в конкурсе принял участие по настоянию моей семьи, потому что это первый опыт был. Я никогда раньше не заявлялся ни в какие конкурсы, номинации. Семья настояла, что, ну, что ты вот, как муравей, трудишься, трудишься, ну, давай проверим вообще тебя, как к тебе общество относится. Ну, подай документы. Ну, подал документы, пришел на премию, посмотрел в номинации, кто со мной находится, естественно. Ну, посмотрел, достойнейшие люди. Отец Виктора, отца Виктора очень давно знаю, мы дружим. Вот. Заслуженные люди, учителя с огромным стажем. Ну, вот тут я, как говорится, участия не принимал ни в голосовании, ни в выборе себя, да? То есть, общество, люди решили, видимо, что, может быть, как-то, не то, что достойнее я других, а, может быть, как-то отметить мою работу, может быть, чтобы я больше творил дальше, другие планы появлялись. Ну, и, конечно, я не мог не отметить свою супругу и не сказать ей извини, потому что, действительно, она выносит все это. Когда 12 лет назад вот эта идея зародилась, я сам суворовец прошел в школу, как говорится, и суворовское училище, и выше, капитан запаса морской пехоты. И когда я начал вот эту вот тему в 2004 году, меня супруга, конечно, понимала, мы уже 17 лет вместе, но, Олег, ну, как-то я тогда только-только, значит, ушел с государственной службы, начал организовывать что-то частное. Нам вот надо раскручиваться, это все затратная часть, естественно, это затратная часть. У нас было очень много споров, идей, то есть мы как тот сумасшедший художник, который пишет, рвет. А давайте мы у нее спросим, Александра, вот верили вы в своего супруга? Я в него всегда верю, потому что с того момента, как я его выбрала, это самый главный выбор в моей жизни, я считаю, и этот выбор пал на него, я думаю, что я сделала правильный выбор. У меня тогда конкурентов тоже было много. Это для меня ценность огромная, и ценность семейных отношений, она, наверное, у всех самая главная, вне зависимости от того, победил бы он в тот день. Татуэтка, обратите внимание, в руках у Александры, не у Олега, а у Александры. Заслуженно. Но, это знаете, как тут, я хозяйка на кухне, как говорится, да, хозяйка на кухне. Я специально попросил редактора пригласить вас именно вдвоем, чтобы вы те же, может быть, эмоции, которые испытывали вот неделю назад на сцене, испытали еще раз в этой студии, в прямом эфире. Вы знаете, через время вот смотришь, да, и назад возвращаешься, и думаешь о том, что ты участник великого дела, понимаете? Вот вообще... Но вам не обидно, вот ваш муж отдает время другим, ну, чужим, скажем так, чужим детям, не своим. Вы знаете, это же общая идея. То есть, это не идея одного человека, а это общая идея. Созидать и создавать, также вот сеять какие-то новые семена, да, все эти семена доброты, растить хороших детей. Ведь у нас у родителей очень мало времени, понимаете? И у нас, мы тоже родители, у нас есть сын, ему 18 лет, мы им тоже занимаемся. Он у нас в клуб также ходит вместе со всеми детьми. Это наши дети, понимаете? Вот вырастив не одну сотню детей за 12 лет, мы смотрим, как у нас уже, как сказать, можно сказать, внуки, да, появились у наших курсантов, которые вот с нуля начали ходить. Да, дети в клубе. Их дети ходят, понимаете? Семьи создаются, курсанты, да. Между собой. И девушки, и парни занимаются, они создают семьи. У нас вот внутри клуба уже три семьи и четыре. И это счастье вообще, все, что происходит, хорошего и доброго. Это радость за все, что происходит в городе, в столице. Я считаю, что церемония вот эта, самая, наверное, главная цель ее, это отметить людей для того, чтобы они все-таки осознали ценность свою. И это большая награда, когда человек ценен обществом. И вот весь зал, когда была номинация как раз, в которой у меня Олег участвовал, и я горда, что он у меня победил, стал весь зал. Ведь, значит, военно-патриотическое воспитание, значит, вообще суть воспитания, она каждому очень близка, дорога, и каждый понимает, что это огромная ответственность вырастить хорошего, достойного человека. Спасибо. Это главное. Ну, Александр, у нас как мама в нашем клубе, понимаете? Мы очень многих детей спасли, на самом деле, из неблагополучных семей, когда там дорога была одна определена, занимаясь в клубе, то есть общаясь с другими курсантами, получая вот тепло, в частности, от Александра, потому что она с головой тоже погрязла в этом деле, извините за такое слово, но это так, с ушами, занимается ребятишками, и они называют ее мамой. И очень многие дети, уйдя в армию, оставшись на контракт, то есть они сбежали какой-то плохой судьбы, то есть они сейчас на обеспечении государства получают хорошие оплаты. Есть такая профессия родину защищать. Олег Сергеевич, вот многим кажется, что военно-патриотический клуб – это нечто такое-такое красивое, бегаешь там с макетами, там приемчики изучаешь, но ведь это серьезный труд, на самом деле, даже для ребенка, вы же физические нагрузки им определенные даете, не все же выдерживают. Выдерживают не все, есть, конечно, процент отсеивания, когда дети понимают, что это не их, что они, наверное, поторопились принять решение, некоторые уходят, ну, к счастью, их не так много, но у нас занятия в клубе бесплатные, естественно, абсолютно, во всех филиалах, во всех городах, где есть наши филиалы. Удивительно, кстати. Да, абсолютно бесплатно, то есть это, мы вкладываем, как говорится, и свои денежные средства, и спонсорские, участвуем в тендерах и так далее, но я не об этом. Смысл в чем? Когда приходят родители записывать детей в клуб, они спрашивают, сколько это будет стоить? Я говорю, бесплатно. Они говорят, так не бывает. Я говорю, бывает. У ребенка походит, вы посмотрите. Ну, да, наверное, официально бесплатно, а потом вы начнете собирать за охрану, там, страховки какие-то, еще что-то. Настолько все люди к этому уже привыкли, да? Да. Я говорю, нет, абсолютно бесплатно, занимайтесь. Анкету заполнили, справку от врача, вот спортзал, вот тренер, вперед. Ну, оплата у вас будет. А, ну, вот мы же говорили, что здесь подводные камни. Я говорю, да, за все в жизни нужно платить. Ваш ребенок будет платить за обучение тем, что он будет заниматься, во-первых, не только для себя, а подтверждать свои навыки даже по рукопашному бою на соревнованиях, то есть он будет отстаивать честь клуба. Он будет работать с ветеранами, он будет заботиться о ветеранах войны, о ветеранах локальных войн. Он будет участвовать в спортивных мероприятиях города, в общественных мероприятиях города. Вот это будет ваша оплата. Ну, вроде как это, ну, это проще простого. На самом деле, вы правильно сказали, Азамат, это очень непросто, потому что ребенок, он попадает в другой мир. Он начинает общаться с людьми, которых раньше где-то он видел на картинках, может быть, в каких-то передачах, а тут напрямую, то есть с ним делятся опытом те же самые ветераны. Он видит, что это живой человек, не с картинкой. У него меняется мировоззрение абсолютно. У нас есть такие дети, приходят с кольцами в носу, там волосы. Потом вот был такой у нас парнишка, не буду им называть. В результате ушел служить на остров Русский в Хулулайскую дивизию, где готовят морских котиков. Пришел с тремя воинскими специальностями, диверсант-разведчик и так далее. То есть герой пришел, понимаете? А пришел вот такой тюдя там, что там? Компьютерный гений. Да, вот сейчас общаемся, то есть все наши ребята мы... Но вы самое главное, наверное, забыли, что люди, вы, ребят, готовите к службе в армии. Потому что служба в армии, это на самом деле тяжелый труд. Все это прекрасно понимают. Да, Замат, но мы, ребят, готовим не к службе в армии, мы, ребят, готовим к жизни. Потому что к службе в армии, значит, не каждый попадает в армию, тем более морскую пехоту, высшая категория здоровья. У нас же занимаются и девочки, и ребята, которые свою жизнь отдадут не армии, а, допустим, учению. Я всегда говорю, вот когда люди стесняются, я вот в армии не служил, да, и начинаю стесняться. Я говорю, ребята, здесь стесняться не надо этого. Потому что если бы всех поголовно под одну гребенку забирали в армию, у нас не было бы великих ученых. У нас бы не было творческих людей, артистов и так далее. Все бы были солдафоны, да. Каждому свое. Спасибо. 2-500-4-500, телефон прямого эфира вечернего канала Телецентра. У нас есть телефонный звонок. Говорите. Добрый вечер. Меня зовут Ольга, я предприниматель. Хотела бы задать такой вопрос. Значит, у меня, как и у всех, наверное, предпринимателей есть свой коллектив. И я хотела бы привлечь, так скажем, к тимбилдинг какому-нибудь доброму мероприятию. Что планируется у данных участников? Что-то масштабное, возможно, в ближайшее время, где мы могли бы поучаствовать? Классный вопрос. Ольга. Отвечает тоже Ольга. Спасибо большое за вопрос. Ну, вообще, мы планируем в этом году уже летом провести второй фестиваль Доброе Уфа. Я думаю, здесь могли бы, наверное, какие-либо показательные выступления быть этой организации. Ну и, наверное, какое-то сотрудничество. Мы открыты для всех. А фестиваль Доброе Уфа – это та площадка. Вот в том году у нас было 88 организаций участвовало. У кого что есть, тот с кем идет. Скажите, куда обращаться? Вот Ольга со своей организацией хочет помочь городу. Куда обращаться? Общественный фонд развития города. Телефон 282-99-97. Я надеюсь, что в следующей 11-й церемонии, да, Ольга и ее предприятие сможет принять участие в каком-нибудь добром деле. Следующий вопрос у Вероники Котельниковой. Она руководит проектами региональной общественной организации родителей детей с синдромом Дауна «Содействие». Вероника Юрьевна, вот благодаря вашей инициативе работает единственная в республике служба ранней помощи детям с таким диагнозом. Скажите, часто ли к вам обращаются за помощью? Здравствуйте всем. Во-первых, я хочу поправиться. Наша служба ранней помощи сейчас помогает не только детям с синдромом Дауна, но и детям с различными ограничениями возможностей здоровья. И это делается уже второй год. Как много людей к нам обращаются, но в год малышей до 3-3,5 лет около 20-25. И с каждым годом эта цифра растет, потому что, к сожалению, детей с какими-либо врожденными пороками развития становится все больше, а помощь на государственном уровне по-прежнему не выстроена. У нас нет службы ранней помощи на государственном уровне, по крайней мере, в нашей республике. То есть вы эту нишу заняли. Вы организовали фотосессию с детьми, с известными людьми. Вот в чем смысл этой акции? Ну, здесь несколько смыслов. Во-первых, это знакомство двух, несколько разных миров. Люди известные, жизнь их протекает в своем режиме, ритме и формате. Дети с ограниченными возможностями здоровья. У них совсем другая жизнь. Есть еще родители, которые живут с этими детьми. И очень часто такая фотосессия становится некой социализацией и реабилитацией самих родителей. Потому что родители стесняются своих детей обычно, да? Да, да. И плюс очень интересно, как бы дети, допустим, фотосессия с футболистами. Она проходила не просто портретные фотосессии. Это был некий процесс, где дети играли в футбол, общались, задружились. И теперь мы дружим с футбольным клубом УФА, а дети наши обожают футбол. И они играют в футбол. Здорово. Вероника, я, может быть, некорректный вопрос в прямом эфире задам. У вас какая-то личная история есть? Почему вы решили заняться этим? Да, у меня личная история. Моему сыну 14 лет, у него синдром Дауна. И когда он родился, я не получила помощи в Уфе, в республике. И за помощью я поехала в Москву в благотворительный фонд «Даунсайтап». И... Простите, я немножко болею. И когда я туда приехала, я поняла, что вот такой центр, такая служба ранней помощи должна быть в нашей республике. И год за годом я шла к этой мечте, с той командой, которая была рядом, поддерживала. Ну, тем не менее, статуэтку в этой номинации взяли не вы. Да. Обидно было? Сейчас я скажу. Это не обида. Это, ну, такое понимание, что есть люди, которые действительно сделали больше. И они достойны. И, значит, мне нужно еще трудиться и стараться. У вас было такое шикарное вечернее платье. Спасибо. Я помню. Как вы меня профланировали, вы были такая уверенная. Сегодня вы немножко волнуетесь, я чувствую. Ну, я волнуюсь, да. Все-таки как у нас относятся к детям с синдромом Дауна, с жалостью, с пренебрежением или как к обычным детям? И как вообще правильно формулировать? Все относятся очень по-разному. Но, слава богу, с помощью и общественных организаций, и государственной политики сейчас соотношение к детям с инвалидностью меняется. Меняется в положительную сторону. Соответственно, есть и позитивный резонанс у такой смены политики, и негативный. Но, так скажем, про это стали говорить. Стали говорить про детей, что они есть, на них обращать внимание, помогать. И это, ну, как бы очень важно. И просветительскую деятельность, например, мы тоже ведем уже много лет через мероприятие. Кстати, отвечая на предыдущий звонок, у нас в сентябре благотворительный пробег. Большой массаж. То есть, Ольга со своим предприятием может участвовать в вашем добром деле? Да, у нас участвуют корпоративные команды. У нас есть сайт региональной общественной организации содействия Республики Башкортостан. Ну, и можно обратиться в наш центр на Невского, 22, по телефону 216-43-31. Спасибо. Среди претендентов были и артисты самодеятельных театров, врачи, научные работники. И впервые в этом году, как уже Ольга Юрьевна отметила, в конкурсе участвовали дети. У нас сегодня в гостях Никита Лосев, он выпускник средней школы номер 79 города Уфы, и Эрик Идусеев, ученица 10 класса Уфимской гимназии номер 47 имени Аркадия Гайдара. Вам слово, ребят, за что получили. Ваше мнение. Возьмите, пожалуйста, микрофон, Никита. Ну, как за что получили? Конечно, за... Как за что получили? По крайней мере, написано на статуэтке «За успехи в добровольческом движении». Ну, конечно, очень интересно делать добрые дела, очень интересно заниматься волонтерством, потому что, ну, вот как вам объяснить? Когда делаешь людям добро, ты видишь их искренние улыбки, за которые радостно становятся на душе тебе. То есть, это, ну, как бы непередаваемые больше чувства, так скажем, очень-очень приятно видеть счастливых людей. Очень, да, аплодисменты заслуженные, Никите. Эрика, скажите, а вы за что удостоились? Я получила статуэтку за успехи в просветительской деятельности. Я с радостью веду концерты городские. Например, в конкурсе «Лето и книга» я часто бываю ведущей, и мне это доставляет огромное удовольствие, радовать детей со сцены. Я также помогаю детскому фонду в проведении концертов, видеть этих детей, их радостные глаза. Мне это очень приятно делать. Я помогаю центральной системе детских библиотек и также своей любимой библиотеке, модельной детской библиотеке номер 38, проведение мероприятий, бесед, викторин для детей. И вообще я работаю с детьми, как и моя мама. Спасибо. А чем занимается ваша мама? А вот моя мама как раз-таки работает в библиотеке 38-й, и она также дарит детям свою улыбку и доброту. Какую замечательную дочь она воспитала. Аплодисменты вашей матери. Я бы хотела добавить, Азамат, знаете, это, наверное, тот первый двор, который смог соорганизоваться именно двором. Вот у нас был проект «Здоровые дворы для уфимской детворы», и они на проспекте, мама с дочкой, соорганизовали весь двор. Притом жители собирали средства на свою площадку, различными мероприятиями, ярмарку еще, ну то есть много, в течение всего года. И они построили свою площадку. Никита, Эрика, вопрос вам обоим. Вот обычно дети вашего возраста проводят время в играх, занимаются чем-то, не знаю, для себя, а вы тратите время на других. Не жалко? Ну, если честно... Жалко. Нет, не жалко, вообще нисколечко не жалко. Время, помимо добровольской деятельности, времени хватает еще и на себя. То есть есть время погулять, есть время там вот сходить на хоккей, допустим. На девчонок хватает времени? Конечно. И вот, как вам объяснить, меня вот как бы подтянули в это еще в четвертом классе, наши пионер-лажаты. В четвертом? Да, у нас в школе есть пионерская организация, у нас есть пионерская комната, у нас есть пионер-важатая в школе. Виктория Александровна Родионова, кстати, тоже победитель пятой премии «Достояние столицы». И вот как бы у нас вообще волонтерский отряд в школе. Мы ходим, мы помогаем. Башкирская ассоциация, родители детей-инвалидов, клиническая больница номер 17. То есть проведено много акций, показано много выступлений. И как вам объяснить? Концовка такая же, как на сцене. Ну вот я сказал, что сказал. Я был на этой премии, да. Ну вот как получилось, я волновался. Эрика? Времени, конечно же, хватает и на себя, и мне нисколько не жалко. Но я, конечно, гулять не люблю, поэтому я всегда сижу дома, занимаюсь творчеством. Я вообще очень творческий человек и выросла в этой стихии. Я с самого детства помогаю маме в библиотеке. Также выступаю в студии «Шатлык» детского центра творчества «Биктырыш» вместе с моим преподавателем Мусиной Эльверой Гаделхановиной. Хочу сказать ей огромное спасибо за то, что она верит в меня и всегда поддерживает. И хочется еще сказать отдельное спасибо учителю начальных классов Галеевне Илье Гумеровне за то, что она воспитала меня в какой-то степени и дала старт в эту стихию. Все, завтра вас в школах, преподаватели зацелуют. После того, как вы мне сказали спасибо на всю республику. У нас студия Ольга Леонидовна Андреевна, заслуженная артистка республики Башкотестан, руководитель народного ансамбля, народного танца, кружева Башкистского и Санкт-Педагогического университета имени Мефтахидина Акмулы. Какие планы на будущее после участия в этой церемонии? Будете участвовать в фолклориаде 2020? Сразу так глобально завернем, так на 4 года вперед. Ну, во-первых, вечер добрый, Азамат. Во-вторых, мне, наверное, для начала бы хотелось сказать огромное спасибо Общественному фонду и с профессиональной точки зрения подчеркнуть, насколько профессионально было все организовано. Начиная от оформления пригласительных фирменных шарфиков, статуэток и кончая... Вы творческий человек, поэтому обращайте на эти детали внимания. Многие не обращаются. Да, да, фантастическая сцена, которая была в этом году просто потрясающая. Оформление сцены, экраны, это, я не знаю, чья это была идея. И привлечение канала в Сяуфа мне было, даже как профессионалу, было очень интересным. А ответ на мой вопрос. Будете ли принимать? Какие планы на будущее фолклориада 2020? Ждет вас? Обязательно. Если нас пригласят, мы обязательно примем участие. Ансамбль народного танца в этом году будет открывать 18 сезон. Его знают, его любят и в городе, и в республике. Но, наверное, больше мне бы хотелось сказать о танцевальном клубе, который тоже принимал участие в этом концерте, в этой номинации. Танцевальный клуб «Возраст счастью не помеха». Это такое нововведение, о котором хочется говорить и говорить. Ему даже еще нету года. Там представители, которые никогда не танцевали, никогда не занимались хореографией, танцами. Это люди элегантного возраста, как я их называю. Да, я помню дедушку, который вышел на сцену и оглядывался, что делают соседи. И потом за ними повторял. Да, смотреть было очень интересно. Хочу отметить этому дедушке почти 70 лет. Возрастная группа наших участников от 50 до 70 лет. И, кстати, сегодня в нашей студии есть представитель нашего танцевального клуба «Фудья Хамзиевна» Женхаметова. Михаил Владимирович, скоро пойдем в этот клуб заниматься с вами. Которая не только является замечательным неврологом 6-й клинической больницы, но и ярким представителем нашего клуба. То есть она тоже танцует у нас? Да, она сегодня тоже здесь. Как у вас все переплелось прям. Санта-Барбара. Вы удивитесь, Азамат, какие представители в моем клубе. Это кандидаты медицинских, химических, биологических наук. Это медики, преподаватели. Я верю, что в вашей основе занимаются все только самые достойные люди. Давайте мы прервемся сейчас на небольшую рекламу, после которой продолжим наше общение.